В Ненецкий округ в рамках региональной недели прибыл депутат от фракции ЛДПР Государственной Думы России Ярослав Милов. В рамках своего визита он провел встречу с активом партии, депутатским корпусом, а также выехал в село Тельвиска для встречи с творческими коллективами. О том, как прошла встреча, расскажет Наталья Кислякова. Визит депутата Госдумы в Тельвиску начался с экскурсии по социально-культурному центру «Престиж». Его руководитель Галина Адуркина рассказала о деятельности учреждения, показала заслуженные награды и различные подарки. Копилку президентов пополнил Ярослав Милов. Государственное, добрый вечер. В стиле, в русском стиле. После ознакомительной – культурная программа. Своё мастерство депутату демонстрируют лошкари из прославленного ансамбля «Ладушки». Недавно ребята вернулись из Калининграда, где покорили сердца жюри конкурсы «Золото-Балтики». Увиденным гости остались довольны. Отмечая, что не каждый раз можно посмотреть, с каким энтузиазмом ребята играют на традиционных русских инструментах, а особенно на ложках. Ярослав Милов признаётся, такое виртуозное исполнение он видит впервые. И рад, что молодёжь занимается возрождением народных традиций. Это самый достойный пример, как в каждом муниципалитете необходимо организовывать досуг и культурно, духовно, нравственно, патриотическое, творческое развитие, особенно нашего подрастающего поколения. Благодаря Галинине Александровне Дуркиной, которая очень много лет своей жизни отдала для того, чтобы этот центр существовал, она его поддерживает. Это её родной дом, её родная семья. И видно, с каким энтузиазмом, с каким желанием она всё делает. Это самый достойный пример того, как надо хранить, оберегать и развивать нашу культуру, нашу историю и позволять нашему творческому общественному потенциалу раскрываться. «Престиж» работает более 80 лет. За это время организовалось 20 клубных формирований – от певцов до театралов. Ни одно важное событие не остаётся незамеченным. Сотрудники Дома культуры строят работу так, чтобы организовать досуг для всех жителей и гостей села Тельвиска. Мы всегда гостям рады. У нас всегда такие хорошие, тёплые отношения. Не важно, кто пришёл. Любой гость какой-то страны или, допустим, нашей глубинки. Мы всем рады. Поэтому всё очень спокойно, всё достойно. Я считаю, пожалуйста, для нас, для мы для всех открыты. В свою очередь Ярослав Нилов пообещал направить обращение со словами благодарности и восхищения тем, как организована работа в Телевисочном социально-культурном центре министру культуры Владимиру Мединскому и главе региона Александру Цибульскому. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Телеканал Север.